Орехи с медом, орехи в шоколаде, ореховое варенье, миндаль, фундук и грецкий орех. Только представьте, как это вкусно! И сегодня мы будем говорить об ореховом счастье, но и не только, с нашим героем. Кажется, для нашего героя нет ничего невозможного. Вот мы видим огромный маточно-черенковый и коллекционный питомник с десятками, если не сотнями видов растений. Еще есть питомник, где укореняются и развиваются подросшие саженцы, будущие садовые деревья. Также на отдельных участках растут хвойные кустарники и деревья, и целые ореховые плантации. А сам наш герой создал Российское отделение Международной ассоциации ореховодов. Да, успеть все и сразу, не просто слова. Это девиз и руководство к действию человека, который очень любит свою работу. Я занимался питомниководством уже с 99-го года. Еще был студентом. Ну, занимался так в огороде, у родителей, там выращивал посадочный материал. А потом с расширением появилась необходимость, чтобы был свой исходный материал, для того, чтобы выращивать какие-то более-менее пристойные объемы саженцев. Условия были такие, что должна быть богатая почва и изоляция от населенных пунктов. И вот я где-то около года искал, искал. Брали анализы почв в разных местах, пока вот наткнулись на этот участок. Здесь рядом озеро, до населенных пунктов и в ту, и в ту сторону больше двух километров. Поле было заброшено, мы долго-долго корчевали отсюда кустарники, выравнивали, перепахивали, пока добились. Первое, мы начали с обычных, востребованных культур. Это уже потом у нас тут появилась коллекция грецкого ореха, уже больше 30 сортов. Появилась коллекция хурмы, коллекция зифуса, два сорта зимины. Последние наши достижения уже. Хочется экзотики, хочется каких-то других направлений. Ну и ореховодство поставили, наверное, уже на данный момент как своим основным направлением. У нас вот тут еще участок неосвоенный, около полутора гектар, где мы будем закладывать только орехоплодные культуры, потому что видим за этим будущее. Будущее среди ореховых садов нашему герою видится прекрасным. Потому, видимо, и Всероссийская ассоциация ореховодов расположилась там же, где и ее основатель, то есть в Крыму, в Бахчисарайском районе. И в этом питомнике орехов не просто больше, чем где-либо. Здесь собраны сорта со всего мира. Здесь у нас маточный черенковый сад, здесь вот коллекция никитских сортов, там еще сходим, посмотрим, есть коллекция молдавской селекции, там американская, французская селекции есть саженцы. Здесь вот непосредственно растут деревья, с которых мы заготавливаем черенковый материал. Как это происходит, расскажите. Вот мы в июле проводили окулировку, вот тут это был побег, вот мы отрезали, с них берем почечки и уже окулируем на подвой. Около месяца ждем, чтобы прижилось и уже смотрим по приживаемости. Основные требования к грецкому ореху, это то, что он должен максимально круглым быть. Скорлупа не должна быть сильно твердой, не должна быть сильно мягкой. Это должны быть средние твердости. Почему? Если слишком мягкая, легко повреждается вредителями. Вот тут должна быть закрыта часть, чтобы не проникали вредители. У меня тут, кстати, вот тройной такой. Ну, это бывает и такое, да. А если слишком твердый, то плохой выход целого ядра. Практически все орехоплодные, они какой-то кладезь питательных веществ, витаминов, незаменимых аминокислот. Любой из орехоплодных, если начинать разбирать, там прям хочется сразу побольше его есть. Полезные жиры, которые дают нам пластичность нашим сосудам. Я поэтому предпочитаю только вот в свежем виде у меня постоянно орехоплодные. Сезон и начинается. Да, ну, дома лежат орехи, они в вазочке, все в скорлупе, рядом орехокол постоянно, наколол себе орехов, съел. Вот это самое вкусное и самое полезное. К чему еще что-то готовить? Все правильно. Я еще просто хочу добавить, что мы про йод забыли. Главное ореха, крецкого ореха, это йод, это вот это главное польза. Высокое накопление йода, да. И если употреблять, да. У нас с этим дефицит в Крыму. Да, для крымчан как раз это очень полезно. И у меня есть еще одна, даже не одна у меня есть еще история. Во-первых, есть история о том, что в детстве у моей бабушки тоже росли грецкие орехи. Я очень любила лазить по этим деревьям, потому что они очень крепкие. У них такие мощные стволы, что это вот всегда было очень интересно. А еще у меня волшебная мама, которая колет грецкие орехи вот так вот кулаком по столу. Поэтому грецкие орехи, это вообще интересная такая история. Скажите, а вы в детстве лазили по ореховым деревьям? Обязательно. Как же ж, как мальчик может не лазить по ореховым деревьям, ну и по всем остальным. Да, у меня у бабушки рос огромный орех, там мы там залазили, там можно было спрятаться в кроне, никто не увидел бы. Некогда ореховых садов в Крыму было очень много. Правда, как у всякого сада, у ореховых тоже есть свойство стареть и погибать. Так что от тех старых плантаций почти ничего не осталось. Но сегодня посадить новый сад вновь стало не так и сложно. А значит, в совсем недалеком будущем на полуострове может быть орехов не меньше, чем привычных яблонь или виноградников. К счастью, у нас наш Менсельхоз очень хорошо субсидирует. Именно и ореховые сады. И орехоплодные тоже, да. Поэтому 80% от всех затрат можно получить в виде субсидий обратно. И это ускоряет... Это хорошее подспорье, да, действительно. Конечно, конечно. Скоро будет весь Крым полон орехов. Я считаю, сейчас грех не закладывать сады, если у тебя есть какие-то возможности для этого. Есть почва, есть возможность посадить сад. Я просто считаю, что любой аграрий должен думать о том, чтобы заложить сад. Вот это у нас новый участок, недавно посаженный. Это коллекция грецкого ореха. Ей второй год. Подрастающее поколение. Да, да. Здесь посажено 18 сортов новых грецкого ореха. Я не думала даже, что такое бывает. 18 сортов грецкого ореха. Я тоже до того, как начал заниматься ореховодством, даже не представлял, что вот 18 и это какая-то маленькая часть того, что хотелось бы даже посадить. Здесь молдавская селекция, украинская селекция, саженцы, даже румынская селекция есть посадочный материал. В следующем году, смотрю по закладке почки, в принципе, они все должны уже дать первый урожай. Мы делаем апробацию. И уже после этого отсюда можно брать черенковый материал для того, чтобы прививать и выращивать посадочный материал. Рома, что вот это были за звуки? Это у нас фазаны здесь, здесь много живности у нас, место красивое. Когда приезжают с материка посмотреть, там саженцы, сорта хотят посмотреть, чем-то интересуются. Я их привожу сюда, они говорят, как вы здесь работаете? Туда убежал. Как вы здесь работаете? Здесь отдыхать надо. Не только грецким орехам счастлив ореховод. Для качественной коллекции орехового счастья необходим еще фундук, те самые три орешка для золушки и самая вкусная добавка к шоколаду. А также миндаль, полезный во всех отношениях. И лесополосы хороши в его исполнении, и молоко из него получается отменное. Тут тоже коллекция миндаля. Он у нас двойственная натура. По своей морфологии он косточковая культура. По плодам его все относят к орехоплодным культурам. Я считаю, вот из орехоплодных в Крыму должен быть номер один. Не требует полива, одна из самых застогоустойчивых. Естественно, на поливе дает урожай больше. У Крыма зеленый свет по миндалю. И я, вот скажем так, если бы у меня была земля, и мне сказали, здесь можно посадить миндаль, орех, фундук, персик, яблоню, я бы посадил миндаль. И в варенье, а чего стоит миндальное молоко, и в кондитерке очень много. И так люди любят его кушать. У него очень широкий спектр применения. А какие, даже вот из корлупы, горючий материал с него получается какой. Да вы что, пить печку можно. Свободно, особенно если пилетировать, его вообще удобно. А мы когда-то очистки от миндаля засыпали в печку, горит, печка раскаляется до красна. Главное не сыпать лишнего, а то можно с жаром перебрать. Фундук тоже, мне кажется, такое крымское явление абсолютно. В Крыму он дает неплохие урожаи. Единственное, что надо придерживаться все-таки предгорной зоны, где меньше суховеев, где будет чуть-чуть повыше влажность воздуха, чтобы не горел лист. Вот видите, какой он у нас симпатичный. А в степных зонах он подгорает. Это интенсивный маточник фундука. Здесь вот так же, как на яблоне, он вот растет. И из куста мы его окучиваем, он в земле образовывает корни. И уже там в ноябре, в декабре мы отделяем эти саженцы, высаживаем на доращивание и получаем нормальный саженец фундука. Могу похвастаться. Мы на данный момент одни из самых крупных, точнее, самый крупный сад фундука. У нас на данный момент почти 150 гектар фундука. Фундук посажен именно кондитерский. Ко мне регулярно, раз в 2-3 недели приезжают люди, которые заинтересованы в покупке высококачественного фундука с высокой масличностью, который можно там в шоколадках использовать. Это же самый вкусный шоколад с орехами, с фундуком. И говорят, что используя наш фундук, а не иностранный, на этом же можно там пиариться им. Конечно. Сделано с использованием фундука, выращенного в России. Дальше наш путь пролегает в субтропике. В питомнике есть коллекционные сорта хурмы, зизифуса. В чем секрет урожая, сейчас узнаем. Вот она красавица хурма. Да, в этом году очень хорошо загрузилась, но была теплая зима, никаких там стрессов у нее не было. Поэтому загрузка была большая, даже немножко начала разламываться. Мы сейчас ее быстренько посвязывали, чтобы... Но это тоже маточное дерево, но оно с плодами? Или это... Ну это коллекционное. Мы вот тут рядочек семь сортов. И вот есть вот, скажем, среднего размера, есть вергинки, вообще такие меленькие плоды. Ну вот, божий дар у нас лучше всего себя показал. Хурма, чем хороша? Вкусовые качества очень высокие. Ее многие любят. И на наших рынках, ближе к Новому году, изобилие хурмы. Урожайность просто неимоверная. Еще больше, чем это деревья облепленные, там как его выглядит. Особенно в ноябре классно деревья выглядят, когда уже все листья упали, а ниткими фонариками светятся. Да, это украшение сада. Конечно, мы не можем пройти мимо зизифуса, он как раз зреет. Роман, скажите, какой плод должен быть самый вкусный сейчас из созревающего зизифуса? Наука, которая уже набрала краску там максимально. Он уже вкусный, вот начиная с такого, набирая краску максимально сахару накапливая, да, там. И уже там на дереве потихонечку начинает там привяливаться. Вот, наверное, вот это самый вкусный, самый сладкий, да. Вот это сочнее, то слаще должно быть. Ммм, очень вкусно. Расскажите, что за сорт? Это сорт селекции Никитского сада. Называется Коктебель. Он один из самых крупноплодных сортов, которые тут в данный момент есть в Крыму. Очень вкусные цукаты. Почти не отличаются от фиников. В сушеных. Вкусный компот, варенье вкусно. Ну, просто сушеный. Есть вот в продаже, бывает, попадаются, удачно так сушат до чипсов. Вот в хрустящем состоянии он вообще классный. Есть, видимо, машинки, которые выбивают косточку из плода. Мелко нарезают, тоненько. Его обрабатывают еще там в сахарном сиропе, засушивают до такой корочки. Очень вкусный. Еще немного экзотики и теплых южных вечеров. Тут недавно разгорелись споры о том, как привычнее всего называть нашу любимую розовую красотку, известную многим под именем Южной Акации. Так вот, нам кажется, что линкаранская альбиция не будет в обиде на тех, кто не пользуется ее настоящим названием. Заглянем к ней и пойдем дальше. Акация линкаранская или, там, называют ее альбиция шелковистая. Интересное декоративное растение. Мы понемногу и декоративное растение выращиваем. Чем оно прекрасно? Тем, что цветет практически все лето. Очень красивое. У нас цветущие растения этой акации постоянно посещают бражники. Вечером очень красиво смотрится. К сожалению, тоже низкая морозостойкость у нее. Зимы не все. Даже вот Бачесарай переживает. Не говоря уже о Симферополе. Но на южном берегу ей очень подходящий климат. Постоянно усыпана красивыми розовыми цветами. Постоянно цветущая. Вечером, когда особенно такая влажность есть, аромат от нее идет очень сильный. Это вот интересная культура. Слушайте, питомник достаточно большой. А есть какая-то опасность вредителей? Ну, вредители, кроме обычных сельхозвредителей, к которым привыкли. У нас тут через дорогу лес. И вот сейчас заходят кабаны активно, которые пугают работников. Вышли, начали копать. Тут повыкапывали часть растений. Пришлось пересаживать. Ну, а зимой, естественно, зайцы. Зайцы тут приходится все растения на зиму заматывать, чтобы они не покусали. Я понимаю, что вот здесь как раз следы кабаньи, да? Да, да, да. Вот, вот след от копыт. Вот, вот. Тут, ну, видели так, краем глаза, что приходит мама, и с ней штук восемь ее маленьких кабанчиков. От зайцев мы деревья там или красим специальной краской, или обматываем агроволокном штамбики, чтобы они не погрызли. Кабанов только приходится как-то пугать. Теперь можно заглянуть в питомник, где обитает подрастающее поколение. Здесь есть все то же самое, что и в маточном питомнике, плюс еще несколько экзотов. К тому же и место тут очень красивое, рядом с рекой. Мы в теплице, и тут, конечно, очень жарко, но зато здесь азиминовый лес. Азиминовый лес настоящий. Как она растет? Почему в теплице? Здесь мы растим саженцы азимины, которые вот уже в ближайшее время будем высаживать в сад себе. Выращиваем в теплице, потому что, ну, все-таки она субтропическая культура, и в тепличных условиях, благодаря более длинному визитационному периоду, вот у нас за два года вырастают вот такие вот красивые саженцы. В открытом грунте, вот видите, то, что ближе к открытому грунту, все-таки вот примерно вот таким размером вырастают. А так у нас уже готовый саженец, можно сказать, крупномер, который можно... А он у нас уже настоящее дерево. Да, 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 который, я надеюсь, благодаря размерам и заплодоносит раньше. Гораздо раньше. А насколько вообще огромный вырастает азимина? Насколько я понимаю, прям высоченное дерево? Да, там 4-4,5 метра высотой. Это достаточно большие деревья. Насколько мне известно, в Америке это некий даже культ азимины. Насколько там эта культура значима? В Америке азимини посвящен фестиваль, у них там всяческие конкурсы. Причем размером, ну, вот у нас если растет азимина, которая там 200-300 грамм, то у них там и больше килограмма есть плоды такие сорта. Да, 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 очень огромные. И они ее чтят, и сейчас просто огромными шагами увеличивается эта площадя подозименная. Мы изначально выбирали место там, чтобы был источник воды, поэтому питомник расположили возле реки. Это река Альма, которая питает наши растения водой. Но сейчас современное российское законодательство запрещает пользоваться там удобрениями, средствами защиты растений в 200-метровой зоне возле таких рек. Поэтому мы вот сейчас питомникам уходим с этого места, и поэтому решили посадить здесь азимину, у которой нет на данный момент вредителей и болезней в нашем регионе. И нам не придется делать здесь опрыскивание. Пора испытать на себе все вкусовые качества орехового счастья. Такого изобилия мы еще не встречали, значит, будет необычно и познавательно. Вот они, дары осени, и насекомым, правда, тоже нравится, но мы с ними справимся. Ром, расскажите про эти богатства. Здесь много всего необычного. Что здесь есть? Да, здесь у нас представлены, в первую очередь, наши орехоплодные, фундук, сорт трапезунт, миндалян, два сорта, форос, антик и десертный. Все селекции Никитского сада. Ну вот, сорт форос, он один из самых крупноплодных сортов. То есть, вот если там сравнить с антиком, там в два раза больше плоды. Но он хорош для розничного потребителя. Он достаточно там легко чистится. Вот, крупный плод, интересно есть. Его наши там доблестные продажники называют королевский. А вот сорт антик, у него совсем другая направленность. У него, видите, более круглый плод. Он хорошо калибруется и хорошо колется механизированно. У вас есть приспособление, кстати. Да, он и так, наверное, тверже. Вот этим он и хорош, что более твердая скорлупа, она нормально чистится, не повреждается вредительными болезнями. Для сравнения, да? Тут нам парочка попалась. Ага. То есть, это тоже надо продегустировать и понять, в чем отличие. Да, попробуйте. Ну, форос, он такой, едовой, хорошо естся этот. Естся хорошо. Да. Очень задорно хрустит. Если бы я еще была дегустатором орехов, моя жизнь была бы совершенно другой. Нет ничего невозможного. Так наш герой и работает. Мы убедились теперь воочию. Но все же самое невозможное становится реальным еще в том случае, когда есть хорошие помощники. Сын рвался на встречу с вами. Прям он просил, предупредите учительницу, что я не приеду. Мне надо с телевизионщиками встретиться. Жена поддерживает. Жена, мы вместе работаем. Она тоже сейчас ярый аграрный работник. Она, конечно, у нас больше документацией занимается, помогает. К чему у меня душа не лежит. Она подтягивает за мужем. Эти хвосты. Но и сама она и в питомнике все понимает. И подскажет, когда надо. Поможет. В семинаре познакомились. Долго дружили. Общались. Потому что... Потом уже, когда поженились, ну уже... Вот так и поженились. Да, вот так и поженились. И началась у нас такая вот семейная жизнь, которая вся в питомнике. Потому что человек действительно дело. Он практически дома только ночует. А все остальное он постоянно думает, как лучше. Как что-то новое изобрести. Что-то запатентовать. Что-то вот сейчас вот с этой земляной. Да, вот очень хороший фрукт. Для того, чтобы его реализовывать, нужные документы. И вот сейчас непосредственно Роман этим и занимается. Поддерживаем. С семьей поддерживаем как можем. У него прекрасная мама, которая... В принципе, его и привела в эту профессию вместе с отцом. Вот. Поэтому... А мы поддерживаем. Нам очень повезло с людьми. Все приходят очень хорошие. У нас одна большая семья. Все друг друга поддерживают в чем-то. У всех все всегда получается. Все всегда могут обратиться. У нас всегда происходят планерки, где все всегда высказывают. Если кто-то что-то неправ или еще что-то, все это решается. Это путем разговора, общения. Вот. И когда дело, ну вот я не знаю, любимое, самое любимое, да, то ты просыпаешься уже с улыбкой. Точно так же, как поздно уходишь с работы, и ты не устал. Ты полон энергии и сил. А еще, наверное, помогают родные стены. Ведь нет ничего лучше, чем заниматься любимым делом там, где ты родился и вырос. Бахчисарайский район для нашего героя не просто место, где у него получается отлично заниматься питомниководством. Но и место, где он попросту счастлив вместе со своей семьей. Я родом отсюда. Долго думал, что надо, когда помоложе был, что надо жить в столице. И собрался в Симферополь переезжать. А потом посмотрел, куда ни глянь, лес, море, все в близкой доступности. Там люди уже, все родные здесь в округе. Ну, лучше, чем в Бахчисарае, нигде не дышится. Храмы у нас пещерные, красивые. Море, естественно, выехал через 20 минут на море. Выехать можно. Ну, и наши леса, это Бахчисарайский, на разные. Выехал в одну сторону кизеловые насаждения, в другую сторону фундук, да, там сосны. Чуть-чуть сейчас вот дождь пройдет, грибов будет множество. Вот я выросла тоже в небольшом городке. И вот я привыкла к размеренной жизни, потому что большой город — это темп. За ним не всегда удобно и хорошо гнаться. А в этом городе ты живешь размеренно, ты чувствуешь жизнь, ты живешь. Когда ты занимаешься любимым делом, собственно, живешь размеренной жизнью, вот оно счастье. На первом месте семья, да, там здоровье, которое мы поддерживаем орехами. Вот, да, чтобы окружение было в первую очередь, потому что все остальное, там, то, что там вокруг творится, не так важно. Да мы двигаемся, я думаю, в правильном направлении сейчас. Тем, чем мы всей семьей занимаемся, оно и для души, и какую-то финансовую поддержку создает достаточную. Я даже не представляю, чем бы я хотел заняться другим. Я вот даже и подумать не могу, что лучше, чем то, чем мы сейчас занимаемся.